Долго я говорил про выборы в Россию, хочу теперь поговорить про Грузию, потому что, конечно, это был главный внешнеполитический сюжет и внутриполитический сюжет на самом деле, потому что главная идея того, что случилось, заключается в том, что грузины протестуют, а русские за это будут платить. Вот что меня, честно говоря, выбесило больше всего с грузинской ситуацией, потому что мы снова, русские ваньки, должны заплатить за все. Мы платим за Украину, мы платим за то, что там произошло в Прибалтике, теперь мы должны еще заплатить за Грузию, потому что Путин использует население России, деньги конкретные населения России в своей геополитической борьбе. Это его геополитическое оружие, не какая-то дипломатия, на самом деле даже не военная ситуация, военная сила, ну кроме как на Украине, а просто деньги наших людей, конкретных людей, причем не очень богатых людей. Значит, что там случилось? Вы, наверное, даже не знаете такого Сергея Гаврилова. Я его не знал о существовании какого-то Сергея Гаврилова, депутата от коммунистов. Не слышал никакой такой фамилии никогда, раз я не слышал, значит, 99,9% людей не слышали про нее никогда. И было в грузинском парламенте какое-то никому не нужное убогое мероприятие межпарламентской ассамблеи. Этот самый Гаврилов сел в кресло спикера, а он выступал там по поводу Северной Осетии, по поводу Абхазии, призывала включить состав России и все такое. И грузины возмутились. И одно за другое они возмутились своим парламентским большинством. Парламентское большинство послало их к чертовой матери, после чего они пошли на улицы и начали возмущаться. И, ну, имеют право, это их грузинские дела. У них есть некая пророссийская оппозиция, есть проевропейская оппозиция. Это, если грубо сказать, на самом деле там очень много всяких полутонов и всяких оттенков, но, наверное, очень грубо можно сказать так. И действительно это выродилось в какие-то митинги, которые, по сути, конечно, антипутинские, но российские СМИ, ну и некоторые, наверное, российские граждане считают антироссийскими. Ну, наверное, те, кого задевают скандирование про Путина, они вот считают такие скандирования довольно, да, такие агрессивные, антироссийскими. Давайте послушаем. 47, 47, 37 секунд, извините. Путина. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, наверное, в Кремле это было довольно неприятно смотреть многим. Там же получилось как, что после того, как люди поперли на улице, и даже уже это парламентское большинство, которое такое пророссийское, якобы пропутинское, оно тоже начало по этому поводу возмущаться. И получилось в какой-то момент, что весь грузинский истеблишмент, он под давлением людей, он выступил с неких антипутинских позиций. А Путин-то переживает, он считает, что там какая-то его марионеточная партия сейчас пришла к власти. И, ну, то есть, вот ситуация. В Тбилиси на улицах бегают грузины и кричат вот эти свои кричалки. Ну, бегают и кричат, все это происходит. Их пытались там разогнать, там один человек, девушка потеряла глаз, несколько человек избили, после чего насилие вроде закончилось, но манифестации продолжаются. Ну, казалось бы, окей, Путин расстраивается, грузины возмущаются, внутригрузинская ситуация, но Путин решил отомстить им. И отомстить как? Он решил забрать денег у русских. Простая ситуация. Грузия — это недорогой, во-первых, отдых, во-вторых, отдых, ну, близкий такому советскому человеку. Шашлыки, геноцвали, кинзмараули, ну, вот все эти штуки, которые все мы помним и любим из Советского Союза. Те, кто жил в Советском Союзе. Я вот тоже с родителями, когда был маленький, ездил отдыхать тогда на территорию Грузии, это Абхазия, которая тогда была Грузией. Мы ездили в Сухуми, там еще какие-то были военные все вот эти дома отдыха. И вот шашлык-машлык, посмотрите, здесь растут кипарисы, здесь Черное море, классный пляж. И у многих людей ностальгия, поэтому все хвалят. Я не был в последние годы в Грузии, но все очень хвалят отдых там. Там отдыхает больше миллиона, миллион семьсот граждан каждый год. И граждане планируют, они покупают эти путевки, они ездят в Грузию. Российские авиакомпании, видя о том, что граждане России ездят в Грузию, делают дополнительные полеты. Давайте смотрим, вот объявление я нашел в интернете, вижу, что компания S7 запустила специальный новый рейск, Новосибирск-Батуми. Почему? Потому что люди ездят в Грузию, ну и, соответственно, наши авиаперевозчики хотят на этом позаработать. Люди купили путевки, а люди купили авиабилеты. Выходит Путин и говорит, значит так, грузины кричат кричалки, я накажу грузин, мы запрещаем полеты, русские не поедут в Тбилиси. 155 тысяч человек должны вернуть билеты. 20 тысяч человек, 25, по-моему, тысяч человек им брони отменяют. Причем, что значит вернуть билеты? Это звучит вот так вот просто, они сдадут билеты, у них запланировано, им вернут деньги. На практике, я довольно внимательно смотрел все эти форумы, ну вот женщина пишет, она там возвращает билеты. Она пишет, что да, нам билеты вернут, но нам вернут деньги через 30 дней. Но у вас-то отпуск запланирован. Какого черта опять русские платят? У нас было это с Египтом, у нас было это с Турцией. Путину не понравились, там что-то египтяне сделали. Он взял и запретил полеты в Египет. Был конфликт с Турцией, взяли и запретили полеты в Турцию. Хорошо. Вы хотите разбираться с этими странами? Ну, придумывайте, значит, пусть какие-то госкорпорации ограничивают сотрудничество или еще что-то. Понести уровень отношений, вывести дипломатов. Нет. 155 тысяч человек, ну, они едут отдыхать. У них арендована гостиница, они думают о том, в какие они поедут, какие-нибудь, не знаю, экскурсии. Они уже отдали детей бабушкам или, наоборот, привезли ребенка из пионерлагеря и сидят на вещах для того, чтобы ехать в Белиси и пить там вино и развлекаться или купаться в Черном море где-нибудь в Батуми. Им говорят, нет, ты знаешь, Петр Петрович и Анна Николаевна, мы твой отдых обнуляем, а деньги ты получишь через 30 дней. Блин, а что делать-то люди должны, я не понимаю. Ну как, они должны бежать судорожно, за три дня пытаться купить путевку в Турцию или в какую-то другую страну? Почему русские должны за это платить? Почему Путин распоряжается деньгами этих небогатых людей? Потому что Турция это небогатый отдых. Он же не на Мальдивы запретил перелеты, а просто всего лишь в Грузию. 3 миллиарда рублей теряют российские авиакомпании. Уже государство заявило, да, мы компенсируем потери авиакомпаниям. Что значит компенсируем потери авиакомпании? Это означает, что мы из бюджета заплатим авиакомпаниям. Ну то есть, да, конечно, какие-то есть люди, владельцы грузинских гостиниц, владельцы грузинских кафе и всего такого, они потеряют деньги. Потеряют. Но основное наказание пришлось на вот эти самые конкретных 155 тысяч человек, а вообще на 2 миллиона русских, которые хотели отдохнуть в этой Грузии. Почему они должны это платить? Почему хотя бы нельзя сказать? Ну вот вы знаете, ужасные грузины там поют что-то на площади, поэтому мы с Нового года прекращаем полеты. Ну хорошо, до Нового года, значит мы постепенно не будем покупать путевки. Почему нужно с таким свинством и скотством относиться к людям, которые уже с путевкой на руках, с детьми и с чемоданами стоят около дверей, им говорят, нет, полетов больше не будет. А те, которые там находятся, ну вы представьте, вы приехали, вы там типа расслабились, сидите в ресторане, выпиваете и планируете, я не знаю там, покататься на катере завтра. И вам сообщают, полеты отменяют, поэтому срочно сокращайте свой отдых и езжайте обратно в Москву или в Новосибирск или куда-то. Ну почему нам, нашему правительству, обязательно нужно вот с людьми обращаться, как будто мы рабы, как будто эти деньги люди не заработали, а это Путин нам дал в долг и сказал, ну вы отдыхайте там в Турции, а потом в Грузии, а потом ну мне что-то грузины не понравились, пожалуй, я передумал, возвращайтесь здесь с Грузии. Но нельзя так, они заработали потом и кровью эти деньги. Почему это происходит? Самое настоящее, просто какое-то конкретное чудовищное свинство. Я иначе это назвать просто не могу. И дело уже даже не в Грузии. Хотя нет никаких причин нам скандалить с Грузией в этот раз. Это конфликт между правящей партией и оппозиционной партией. Естественно, в этом конфликте разыгрывается некая кремлевская карта. Ну так она на всем постсоветском государстве разыгрывается. И в США она разыгрывается. Это дипломатия, пусть ей занимаются дипломаты. Почему должны заплатить ей 155 тысяч человек, я не понимаю. Следующее. Сразу же заявили, что, вы знаете, ухудшилось качество грузинского вина. Ну снова какое-то позорище. Как можно так унижаться? Скажите прямо, для того, чтобы наказать Грузию, мы перестаем сюда возить грузинское вино. Они плохие, они кричат кричалки на площади. Ну нет, блин. Нужно прийти и сказать, да, вот мы проверили, качество грузинского вина ухудшилось. Это же унижает всю страну. Это унижает вот этот самый Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Это показывает, что нет никакого потребнадзора. Это просто жулики, которые по кремлевскому или вообще властному указанию тухлятину признают нормальной едой в ситуации с московскими школами. Или нормальное, вчера нормальное вино признают каким-то плохим вином сегодня. И они гражданам России просто с улыбкой, с улыбкой нам говорят, грузинское вино теперь плохое. Ну так значит, и для всех остальных продуктов, которые мы едим, точно так же не работает никакой потребнадзор. Вот что я хотел сказать про Грузию. Грузия.